Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Якопо де Барбари. Итальянский живописец, гравер эпохи Возрождения, работавший в Германии. Работал приблизительно до 1500 года в Венеции. Его живописные произведения указывают на влияние Джованни Беллини. В 1500 году переехал из Венеции в Германию, став первым известным итальянским художником эпохи Возрождения, работавшим в Северной Европе, где его произведения стали весьма популярны. Я пользуюсь переводной википедии. Альбрехт Дюрер в сообщении о своей первой поездке в Венецию указывает, что Якопо де Барбари рассказывал ему о том, что знает секрет правильного построения пропорций фигуры человека, однако не пожелал раскрыть его собеседнику этот закон, написав лишь его в самых общих чертах. С 1503 по 1506 году Барбари жил в городе Виттенберге при дворе саксонского Кольфюста Фридриха Третьего. Сотрудничал с учеными-гуманистами, преподававшими в основном в городе в 1502 году в университете. В Германии Якопо под Барбари работал по заказам императора Максимилиана Первого, а затем перешел ко двору Иохима Первого Брандервургского. Очевидно, он вернулся в Венецию с герцогом Бургундским и Кассинским королем Филиппом Первым Красивым, для которого работал позднее в Голландии. В марте 1510 года стал придворным художником эрцгерцогини Маргариты Австрийской в Брусселе и Михеллени Бельгии. Якопо де Барбари встречался Альваректом Дюрером еще раз в Германии, два художника обсуждали проблему пропорциям изображения человеческих фигур. Живописные произведения Барбари, немногочисленные, сохранившиеся картины, включают самые ранние из известных после античности образцов натюрмортов в жанре обманки, кавычках, натуралистичного изображения предметов, создающих иллюзии реально. В январе 1511 года Якопо де Барбари заболел, составил завещание. В марте эрцгерцогини назначил ему пожизненную пенсию, учитывая его старость и слабость. Умер в 1516 году, оставив эрцгерцогине 23 гравюрные доски. Ну вот так вкратце из переводной википедии о итальянском живописце и гравюре эпохи возрождения Якопо де Барбари. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.